Все новое, хорошо забытое старое. Каждый советский школьник ездил на военно-полевые сборы, знал, как надевать противогаз, держал в руках автомат Калашникова. Уроки НВП были обязательны, но со временем выпали из школьной программы. Теперь возвращаются вновь. Вместо привычного ОБЖ появятся основы безопасности и защиты Родины. Мы не отказываемся от тех очень важных знаний, которые ребята получали по тому, как вести себя в среде, как защитить себя от опасностей различных, бытовых, природных, техногенных и так далее. Но мы еще делаем упор на то, чтобы рассказать школьникам о том, что же такое основы защиты Родины. А это знакомство с оружием, передовой беспилотной техникой и аптечкой. Школьники с 8 по 11 класс будут учиться оказывать первую помощь и распознавать опасную информацию в сети. Конечно, это непосредственно военная, такая спортивная, военная подготовка. Это когда ребята собирают, разбирают автомат, это полоса препятствий, это такие вот вещи, когда ребята двигаются, что-то вот делают, перегоняют, обгоняют. Впереди 6 месяцев работы, подготовка книг и переобучение педагогов. Делиться опытом с учениками будут и участники спецоперации. Уже есть бойцы, которые вернулись с СВО, которые до этого работали в школе, преподавали, приняли участие, выполнили свой долг и вернулись, так скажем, к школьной доске. И те эмоции, с которыми встречают их дети, и в дальнейшем, с которыми они уже слушают этого учителя, его знания, это вообще ни с чем не сравнить. Заседание по обсуждению нового предмета прошло в центре «Авангард». И не случайно. Подкрепить теорию практикой можно на пятидневных курсах. В случае наступления чрезвычайной ситуации ориентироваться на местности, понять, что можно, что нельзя есть в лесу, как построить укрытие для себя в естественной природе, как развести костер без спички, зажигалки. Строгие условия и четкий распорядок дня. В расписании разговоры о геополитике, строевая и огневая подготовки. Задача масштабная – за пять дней доказать. Список военных профессий широк. В армейской жизни пригодятся не только летчики, связисты, механики и моряки, но и врачи, инженеры, психологи. Современная армия многофункциональна. Ты можешь, будучи человеком с совершенно разными склонностями к тем или иным профессиям, либо хобби, найти себе здесь место. То есть, если ты повар, ты можешь быть и военным поваром, и в армии можешь быть поваром. Если у тебя есть страсть к робототехнике, ты можешь быть инженером. Более трех лет «Авангард» на всю страну тиражирует опыт патриотического образования. И количество тех, кто выбирает стезю военного, уверенно растет. Олеся Лукина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.